Пожалуйста, как меня видно, как слышно, меня зовут Сходов Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем, ну Сергей Анатольевич, дороги, если сможет подключиться, если нет, то тогда вторую часть также я проведу. Всех с наступившими праздниками, дорогие друзья, со всеми прошедшими новогодними праздниками, рождественскими, от всей души мы от всего Совета правления Skyway Capital вам желаем счастья, здоровья и всем нам в первую очередь прорыва и еще более бурного развития в 2017 году. То есть какие новости нас ожидают, из чего началось, вообще вот даже сегодня новость появилась и я о ней не говорил на дневном вебинаре, я обязательно поведу на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но вводный технико-экономический вебинар это у нас, как говорится, азбука Skyway и, пожалуйста, поставьте вопросники, отметьте под цифрой 1, тот, кто присутствует в первый раз, тот, кто только погружается в проект Skyway, чтобы понимать, каким образом примерно строить презентацию, либо просто поставьте нолик в чате, если вы присутствуете в первый раз или если вы еще не разобрались до конца в проекте Skyway, потому что независимо от этапа, на сегодняшний день это восьмой у нас этап, мы с Сергеем Анатольевичем все равно продолжаем вести в различных условиях, в различных поездках, то есть уже период поездок начался, можно сказать, и не успел я вернуться с Азии, как буквально через несколько дней произошли переговоры с бельгийцами, с французами, это для подготовки вот того события, о котором я расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре, потому что отдыхать Виктору Бабурину и так далее удалось набраться сил, то есть также была проделана огромная предварительная проработка, подготовка новых визитов и вот буквально сегодня, как только Виктор Бабурин вернулся в Минск, после пребывания и подготовки, взаимодействия с российскими структурами, после подготовки документов и виз в Индию, вернулся и сразу визит, сразу визит, дорогие друзья, ну а какой визит я обязательно поведаю и расскажу уже на второй части вебинара. В первую очередь хотелось бы отметить для новичков, дорогие друзья, и я думаю, что всем очевидно, что действительно мир очень сильный, серьезно меняется на сегодняшний день. И вот сколько материалов не изучаешь, сколько книжек новых не прочитываешь, понимаешь, что наши технологии, это действительно прорывная технология, которую ожидает весь мир. Это на уровне запуска первого космического корабля, это на уровне создания первого персонального компьютера, это на уровне создания интернет, это на уровне создания мобильной связи, если чуть дальше ходить, то это на уровне создания первой электрификации, то есть это сделал Эдисон. И, соответственно, это действительно то грандиозное событие, которое очень серьезно изменит нашу жизнь, и технологии действительно имеют огромный потенциал капитализации. Именно поэтому более 500 тысяч людей, вот уже по данным, которые были получены на выставке в Москве, вот Дениса Юницкого, это тот замечательный человек, который отвечает за введение реестра внутреннего международной корпорации SkyWay, то есть там уже больше 521 тысяч людей зарегистрированы в проекте SkyWay, так или иначе. И я могу сказать, что да, был тот период, и сейчас этот период оказывается прошлым, когда люди имели возможность просто за регистрацию в проекте SkyWay, просто за проявление интереса получить 100 единиц, минимальный пакет обязательств, то есть это опцион на будущие акции, которые будут иметь прибыль, которые будут приносить дивиденды. И раньше с легкой руки Анатолия Эдуардовича даже вот такая акция введена была и действовала на фактически более 2,5 лет, дорогие друзья. Но вот в декабре этот период закончился, и это не просто так, потому что на сегодняшний день мы подходим к очень серьезным этапам. Мы находимся на восьмом этапе по выполнению работ на сегодняшний момент, это почти половина пути, больше половины пути пройдено, то есть всего 15 этапов. И если говорить вообще про потенциал мировой SkyWay, буквально вкратце, если в двух словах описать, то если интернет позволил расширить границы и стереть границы вообще передачи различного вида информации, файлов, и мы можем просто открыть наш компьютер, планшет, смартфон даже сейчас и войти в эту сеть, действительно в нее встроиться в виде какого-то личного аккаунта социальной сети, либо передать огромные объемы информации, сейчас можно передавать через файлообменники. Но на сегодняшний день все же остальная инфраструктура, это в первую очередь транспортная, энергетическая, да и коммуникационная, дорогие друзья, все равно, потому что сейчас вот за стандартом Wi-Fi будут внедрять стандарты Lo-Fi, то есть это уже передача через свет информации не внутри оптоволокна, а фактически в пространстве через определенные датчики. И мир не стоит на месте, прогресс не стоит на месте, но, к сожалению, прогресс не затронул сильно транспортную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и на расширенной части обязательно поведаю те моменты, которые касаются Африку, допустим, почему там будут ожидать проект SkyWay с нетерпением и почему энергетические проблемы также будут для них решены. А энергетические проблемы у них огромные, например, Нигерия. И сегодня действительно многие процессы происходят фактически мгновенно, дорогие друзья, то есть вы видите изображение, если хороший интернет, то без прерываний, то есть фактически видеосигнал передается мгновенно. И люди, грузы, товары, ну и, соответственно, оказываемые услуги, транспортно-логистический перевозок и просто перемещение с точку А в точку Б на сегодняшний день делаются с такой же скоростью, с которой они делались век назад. То есть с помощью паровозов, с помощью, даже в некоторых случаях, можно сказать, с помощью лошадиной тяги. Потому что средняя скорость движения, дорогие друзья, посмотрите на спидометр ваших автомобилей, посмотрите информацию в интернете. Самый быстрый городской пассажирский транспорт на сегодняшний день – это московское метро. Примерно 25 км в час перемещается московское метро. И многим нам кажется, да, что очень быстро происходит перемещение, но это из-за того, что стенки, тоннели расположены достаточно близко. У нас создается иллюзия быстрого перемещения, но это далеко не мгновенное перемещение. И даже когда в метро мы имеем возможность подключиться к Wi-Fi, обратите внимание, что все люди делают в метро. Они уткнулись в смартфоны, и фактически это часть жизни, огромная часть жизни, к примеру, москвичей. То есть полтора часа как минимум туда, полтора обратно. Если на автомобиле это может быть еще дольше, это пребывание в пути отнимает огромную часть жизни. И на сегодняшний день, дорогие друзья, концепция мобильность 5.0, которую мы с Сергеем Анатольевичем ввели уже за той концепцией мобильности 4.0, о которой сейчас говорят мировые транспортники, инфраструктурщики. Но мобильность 4.0 это примерно как пейджер, который появился перед первым запуском смс-сообщения. То есть пейджер нужен был, но он нужен был в определенном промежутке времени, когда у нас не было возможности отсылать сообщение просто, даже не через наш смартфон, а просто через обычный телефон. Можно с этим сравнить действительно понятие мобильности 5.0. Что это такое, обязательно поведаем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну а что касается, дорогие друзья, самой технологии Skyway, самого пути развития Анатолия Эдуардовича Ницкого из 2013 года, всех нас. Вообще вот история развития проекта Skyway, это более 39-летняя история. Фактически скоро мы будем праздновать юбилей. 40 лет развития проекта Skyway. Но не в том виде, именно в виде народного финансирования. Народное финансирование принесло самые серьезные плоды и самые серьезные результаты. Но все началось огромное количество лет назад, дорогие друзья. Это действительно история. И история, которая заслуживает уважения. Анатолий Эдуардович как истинный ниндзя инноваций, истинный самурай инноваций бил в одну и ту же точку огромное количество раз. И да, его вначале не слышали. Да, его концепты перемещения в каких-то вагончиках на втором уровне воспринимались как фантастика. Но еще в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович показал то, что на сегодняшний день для многих покажется фантастика. Это общепланетное транспортное средство. По всей длине экватора будет располагаться данное сооружение. Если сейчас абсолютно реальным и нам всем, и даже губернаторам, государственным деятелям, тем представителям высших властей, которые наблюдали за проектом Skyway и не верили в его развитие. Но извините, когда 28 ноября был запуск ходовых испытаний Unibike, легкого прогулочного транспорта. Сейчас технология Skyway становится максимально очевидной. И от каких-то обещаний, деклараций мы перешли уже к демонстрации и к реальному воплощению уже первых адресных проектов. Я рекомендую всем посмотреть, дорогие друзья, интервью Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это самое новое интервью на канале официальном Небесных дорог. То есть это официальный канал Skyway и там вы услышите колоссальное количество информации. Мы, естественно, это не будем пересказывать на вебинаре. Пожалуйста, подпишитесь на официальный канал Skyway и посмотрите эту информацию. Ну и также канал Skyway Capital. И вот это вот инженерное, серьезное, техническое сооружение, которое необходимо всему человечеству, дорогие друзья, потому что общепланетное транспортное средство – это не просто возможность выноса дешевого, действительно, выноса. То есть примерно 1 доллар за 1 килограмм будет стоимость перемещения груза на высоту в районе 300 километров. И, соответственно, будет способность для всего человечества увидеть то, что действительно промышленность, которая на сегодняшний день загружает окружающую среду, сможет быть вынесена за пределы нашей матушки Земли. В открытый космос и, соответственно, там уже без загрязнения окружающей среды выполнять те грязные производства, которые на сегодняшний день не будем далеко ходить. Кто с Челябинска, поставьте плюсик. И сегодня у нас с утра была весточка такая, что утром пока никто не видит, пока все спят. Вот под аватором можно было просто погрязнуть в смоке. Это желтый был дым. И, дорогие друзья, это заставляет задуматься и заставляет желать, чтобы промышленность была вынесена в открытый космос. Поверьте мне на слово, вот за этой концепцией, за этой технологией, после того, как первые сотни тысяч дорог, да даже первые тысячи километров струнных дорог будут построены, пойдет огромное количество людей. Это будет уже такое вот социальное движение Skyway. И если сейчас у нас чуть больше полумиллиона людей, которые интересуются развитием проекта Skyway, то там уже будет рост, как я люблю говорить, в геометрической прогрессии. И всего у нас сейчас несколько миллиардов, то есть более 6 миллиардов людей. 15% населения земного шара, если будет, точнее, когда будут поддерживать проект Skyway, в виде развития уже поддержки общепланетного транспортного средства, это будет абсолютно достаточно при тех ресурсах, которые на сегодняшний день мы имеем, дорогие друзья. И да, можно говорить, что сейчас по планам привлечения инвестиций мы привлекли. Анатолий Эдуардович открыто говорит в интервью, что 10-15% было привлечено от необходимой суммы. Но по факту работ, те работы, которые необходимо было сделать, было сделано 100%. И в условиях экстремального, как и развития столкновений, так скажем, не то что столкновений, во взаимодействии с конкурентами и формировании новых стратегий, вот той же мобильности 5.0, того же легкого прогулочного транспорта и без каких-либо взаимодействия отрицательных с конкурентами, чтобы нас не считали конкурентами и не стали давить, например, Симмонс, были созданы такие стратегии, как, допустим, мы в ноябре увидели, легкая прогулочная трасса начала работать. И это не просто легкая прогулочная трасса для перемещения юнибайка двух-трехместного, но это и та трасса, которая будет способна перемещать до 300 тысяч человек в сутки, если понадобится. И еще более серьезные показатели. Но уже ферма, которую мы уже начали монтировать, это городская пассажирская трасса, совмещенная с высокоскоростной, это уже будут показатели и до миллиона человек, если понадобится в сутки. То есть такие задачи сейчас страны-партнеры, с которыми мы взаимодействуем, ставятся и мы будем их решать. Но в 2000-х годах, дорогие друзья, стояла совершенно другая задача. Стояла задача продемонстрировать, каким образом выдержат струны или нет, рухнет путевая структура или нет. То есть это была демонстрация второго поколения струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. И несколько десятков метров было продемонстрировано, 200 метров, если не ошибаюсь. И, соответственно, крайние метры уже находились специально в заболоченной поверхности, на таком сложном рельефе. Ничего не рухнуло, все выдержало. Но кто это начал именно с точки зрения поддержки в виде государственных деятелей того времени, это Лебедь Александр Иванович. И знакомство было сделано именно с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Это тот человек, который является по праву заслуженным вторым евангелистом Skyway после Анатолия Эдуардовича Юницкого, это тот человек, который более 16 лет развивает проект Skyway. И, соответственно, первое финансирование было выделено из губернаторского фонда Лебедя Александра Ивановича. Когда-то только эта информация, дорогие друзья, была для нас опорной к развитию. Я думаю, что тулики, особенно Ваня Полукаров здесь присутствуют, я видел. Это, кстати, те ребята, которые в числе первой десятки, даже первой пятерки начали развивать проект Skyway. И честь и хвала этим бравым и отчаянным молодцам, потому что действительно с нескольких туликов началось то движение, та краудинвестинговая система, которая сейчас к полумиллиону людей зарегистрированных уже переплюнула это количество людей. И более 120 тысяч людей инвестирует с различных точек земного шара, с различных стран ежемесячно. И это ответ на самый главный вопрос, который был задан губернатору Морозову, губернатору Ульяновской области в 2009 году, что да, технология хорошая, что да, все замечательно, но финансирование найдете на эту технологию, на реализацию. Ну и это на самом деле странный вопрос, потому что в 2009 году можно было избежать того кризиса, того коллапса, который мы на сегодняшний день наблюдаем. И мы поговорим об отношении к России после планируемого, после международного экономического форума в Давосе. То есть как изменилась позиция к России. В 2009 году была возможность совершить огромный прорыв и действительно прыжок, прыжок в будущее, прыжок в инновации, прорубить, как когда-то Петр Первый прорубил окно в Европу, прорубить действительно в инновационный, высокотехнологичный, высокодоходный мир Skyway. Но по России это не открыло. И на сегодняшний день мы видим то, что зависит Россия, как и многие страны, как Венесуэла, так Мексика, Бразилия. Об этом, кстати, вот о своем видении. Время от времени, когда буду вспоминать, потому что очень сейчас много информации перелопачиваем, потому что необходимо понимать экономики стран, причем в ближайшем приближении информация должна быть, ну, самый максимум это 2014 года, 2015 и перед путешествием на Шри-Ланку. Всем рекомендую почитать, кого интересуют подобные материалы. Ручер Шарма, это ни много ни мало один из руководителей именно направления развивающихся рынков, Морган Стэнли, который управляет десятками миллиардов инвестиций в этом фонде. И, соответственно, он рассказал о прорывных экономиках. И это далеко будет не Россия, это далеко будет не США. И даже то, что говорят сейчас о Китае, все может резко измениться, дорогие друзья. И все меняется обычно с внедрением новой технологии, нового ядра и начала нового технологического уклада. И как мы декларируем, началом и ядром нового шестого технологического уклада, одним из, естественно, не единственным, но и будут сопутствующие технологии, будет технология Skyway. И, пройдя огонь, воду и медные трубы, действительно, Анатолий Эдуардович Юницкий с командой, которая тогда уже была сформирована, это, естественно, и спутник по жизни Анатолия Эдуардовича, по Надежде Косареву. И сейчас Надежда Косарева является генеральным директором ЗАО «Струнные технологии». Анатолий Эдуардович, соответственно, входит в состав директоров и является генеральным конструктором. И в 2016 году в конце это произошло, сейчас вот основной упор по подписанию документов, по взаимодействию именно финансовому, бухгалтерскому и так далее, был возложен на Надежду Косареву. И это замечательно, дорогие друзья, потому что у Анатолия Эдуардовича Юницкого появилось намного больше времени с занятия конкретной конструкторской работой. И что вот можно сказать о визионерстве и о видении вообще Анатолия Эдуардовича Юницкого, что так же виртуозно и гениально, как Анатолий Эдуардович рассчитывает конструкции и, как говорится, не запоминает формулы, а выводит их в уме. То есть это логика, чего не отнять с самого детства у основателя инженерной технической школы Skyway Анатолия Эдуардовича. То это расчет финансовой системы. И я думаю, что все видели и развитие, и падение многих интернет-проектов. И краудинвестинговые проекты, и краудфандинговые проекты многие завершались. Фиаско, дорогие друзья, с этим невозможно поспорить. Но эта схема, которая была создана Анатолием Эдуардовичем, и это самая жизнеспособная и самая спасительная схема, которая была предпринята в 2013 году, начало народного финансирования. Как раз вот те тульские парни, я тогда, честно скажу, занимался другими проектами, занимался активно своим бизнесом. И вот несколько тульских парней, сидя в каком-то зале, то есть буквально face to face от человека к человеку, Сергей Семенов рассказал информацию, что вот замечательный ученый хочет реализовать технологию, давайте начнем ему помогать. И на сегодняшний день Анатолий Эдуардович и весь проект Skyway поддерживают более полумиллиона людей по всему миру. Ну, я думаю, действительно показатель вот одна из самых наших крупнейших конференций, которая прошла в октябре 2015 года или 2016 года в здании правительства, в зале правительства города Москвы. Это действительно было очень-очень серьезно показательно. На сегодняшний день уже продемонстрирован легкий прогулочный транспорт. Это что касаемо информации для новичков. В конце февраля, в начале марта мы уже продемонстрируем движение городской пассажирский транспорт. Также до конца 2017 года, то есть примерно летом, мы продемонстрируем грузовой транспорт. Новый скоростной транспорт, дорогие друзья, это самый огромный пласт финансирования, самый огромный пласт работы. По планам это стоит начало деятельности до конца 2017 года. И фермы, которые вот вы видите, ЮниЛед несется по ферме, эта ферма уже монтируется, что касается людей, которые только начинают свое развитие в проекте Skyway. То есть действительно все идет в ногу с планами. И вот этот легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт было спасительной стратегией, которую предпринял Анатолий Эдуардович. И действительно это идея, которая витала в воздухе. И была так вот серьезно скоординирована стратегия развития компании. Первый транспорт, который был продемонстрирован, это именно легкий прогулочно-спортивный экскурсионный транспорт. В этом плане мы не входим в конфликт и конфронтацию с Симмонс, с Тежеви и другими мастодонами, гигантами. Пока что не бронтозаврами, как являются птеродактили цивилизации современной самолеты, как говорил в интервью Михаилу Хазину в программе «Диалог» когда-то Сергей Анатолевич Сибиряков. Но, собственно, это та инфраструктура, тот транспорт, который уже фактически более века кардинально не меняется. И легкий прогулочно-спортивный экскурсионный транспорт, соответственно, городской пассажирский транспорт. Вот это как раз-таки то недостающее звено между теми сапсанами, это не наши слова, это слова вице-президента Симмонса. И первым уровнем автомобилем, а еще о первом уровне мотобайках я обязательно расскажу свою точку зрения. И насколько спасительной является для современных городов технология Skyway. В этом плане уже выразил свое мнение вице-президент компании «Симмонс», который также планируется к приглашению на «Экотехнопарк». Ну и, естественно, в первую очередь сейчас ведется подготовка к визиту арабских стран. И вот как мы говорили, что по Индии начинают работать и уже вот вовсю пустились в работу, в организацию компаний. Более трех различных групп серьезных предпринимателей и государственных лоббистов. И, соответственно, уже вот ту действительно привилегию, которую получил Род Хук, то есть это исключительно право формирования и реализации в числе первых на территории Австралии, вот этого уже индийцы не получали. Потому что здесь возникает уже конкурентная гонка, борьба. И тот, кто привлечет финансирование, тот, кто пробьет стены в правительстве, в партиях, в лидирующих Индии и других стран, тот и будет первый реализовывать адресные проекты. Никому сейчас лавры первопроходца отдаваться не будут. То есть это время также для реализации адресных проектов. Я могу сказать, что оно уже прошло. Так же, как и для инвест-проводящей системы, время, когда когда-то давались просто так в подарок, минимальный пакет обязательств 100 единиц. А через несколько лет это, скорее всего, потенциально возможно, естественно, теоретически. Я всегда эти слова буду повторять. Так как на сегодняшний день мы инвестируем в активы, которые представляют для нас ценность, но для реального рынка, биржевого рынка, на сегодняшний день это пока что не представляет ценности. Но как только мы в 2017 году уже начнем тот пласт адресных проектов, и цитирую Анатолий Эдуардович, это будут десятки подписанных контрактов на суммы от нескольких миллионов долларов. Это самое меньшее. То есть это вот об одном из проектов в Словакии я расскажу. Уже в этом году начнется развитие по этому проекту и есть финансирование на это. До сотен миллионов и даже миллиардов долларов. И некоторые проекты, как говорил Анатолий Эдуардович в прошлом своем интервью, окупаемость через полтора года. То есть это совершенно немыслимая окупаемость для современного транспорта, потому что многие современные транспорты фактически не окупаем. И это просто строительство дорог. Это просто реализация проектов, как, допустим, Шанхай аэропорт, то есть в международный аэропорт Пудун приезжает поезд, да, высокотехнологичный, да, комфортное вследование. Но, несмотря на то, что относительно даже недорого стоимость перемещения, во-первых, сам маршрут был построен не пойми как, то есть он отходит от улицы, которая находится вдали от центра города. И чтобы пройти уже от станции с аэропорта, тоже примерно 10 минут нужно идти. То есть почему это было сделано? Ну, я могу сказать, потому что, наверное, недостаточно просто вписать в городскую среду подобную махину, подобные десятки тонн, только промежуточные опоры. Про тайваньскую, также железную дорогу Анатолий Эдуардович неоднократно говорил. Это огромные затраты, в первую очередь, дорогие друзья. Если кто-то говорит на стендах и так далее, представляя поезд на электромагнитной подушке, представляя потенциально высокоскоростное направление Москва-Казань и так далее, Москва-Париж даже некоторые говорят, то это, так скажем, сказки про белого бычка. То есть, скорее всего, наша технология и в России, и в плане высокоскоростного исполнения будет первой. Благо, уже огромный пласт работы проделан. Если в феврале была признана наша технология, рекомендованная к рассмотрению, к применению, то уже в марте 2016 года она стала инновационной и перспективной, одной из самых перспективной после тех существующих проектов, которые уже предприняты. И если говорить про то, что будут ли лимиты вообще и пределы для развития технологии Skyway в будущем для всех стран, для всех регионов рельеф поверхности местности Земли, то можем сказать, что нет. Это действительно нет никаких ограничений в движении, нет никаких ограничений в перемещении. И если Hyperloop говорят о концепции, что они ценят время в движении, и если сейчас считают скорость и так далее, то мы ценим не просто время в движении, мы ценим жизнь человека, и мы делаем так, чтобы человек без отрыва от реальной действительности, от повседневных дел и задач перемещался из точки А в точку Б, и это бы не было упущенное время в пробках, это бы не было упущенное время в поездах, когда максимум мы можем сидеть в купе, прогуливаться по тамбуру. И, соответственно, самолеты, это вообще, вот, поверьте нам на слово, Виктор Бабурин вообще просто живет, наверное, в самолете, если подсчитать. Я вот недавно подсчитал 25 поездок, у меня было за 2016 год, то есть фактически это где-то 100 дней почти в пути. У Виктора Бабурина, я думаю, что это все 200-250 дней в пути. И это, соответственно, вот в таком полусидячем состоянии, и я могу сказать, что все пассажиры, все пассажиры самолетов, так или иначе потенциальны они наши инвесторы. И мы создали действительно инструмент, который будет следовать за отмененными 100 единиц наших активов на обязательства международной корпорации SkyWay в подарок, которые сейчас уже ушли в прошлое. Будет определенная штука, о которой я забыл рассказать, на вводном, на расширенном дневном вебинаре, потому что огромное количество информации было рассказано и так. И это позволит, дорогие друзья, вот при первом контакте, при первом холодном контакте, у меня таких контактов, честно признаюсь, были сотни в аэропортах, на вокзалах и так далее, просто на улице, потому что я лично не могу не рассказывать о проекте SkyWay, если я потенциально чувствую, что человеку может быть это интересно. Но потом, естественно, информация терялась, люди остывали и так далее. Вот сейчас этого не будет. Мы придумали инструмент, и это мозговым штурмом директорского состава мы вам этот инструмент проанонсируем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Что является азбукой, что является именно основой проекта SkyWay, дорогие друзья? В первую очередь это аэродинамика. То есть даже на расположении 10 метров над землей сразу аэродинамические показатели будут в два раза более эффективны, чем у современных подвижных составов. Если это будет юни-лед, то есть высокоскоростное перемещение до 500-600 км в час, то, соответственно, это уже аэродинамика, сравнимая с современной авиацией. Если говорить про городской пассажирский транспорт, то эта аэродинамика в разы лучше, чем современные даже Mercedes, GLC, Coupe и так далее. Мы не будем говорить уже про Bugatti Veyron. 0,43 коэффициент аэродинамического сопротивления. В 10 раз более эффективный будет высокоскоростной подвижной состав. Соответственно, в 10 раз он будет более экономным. Ну и представьте Icarus, представьте маршрутку. Вот наша российская действительность, потому что в первую очередь это все у нас на российский рынок представлено для наших русскоговорящих партнеров, потому что фактически каждый день параллельно проводятся в десятках стран подобные вебинары. И, кстати, могу сказать, лично Сергей Анатольевич, лично я будем обучать также ребят по вводным вебинарам. Ну, каемся и действительно такой нюанс есть. У нас до сих пор не было именно Skyway Capital вебинаров на английском языке, но скоро они начнутся, потому что появились те ребята, которые созрели и действительно могут передавать очень мощную информацию. Английские вебинары у нас также появятся. И, дорогие друзья, вот что я заговорил за Icarus, за маршрутки, о какой аэродинамике у них можно говорить. Так вот у нас будет аэродинамика у городского пассажирского транспорта, который может перемещаться непосредственно в электронной сцепке. И вот Олег правильно говорит, что Bugatti Verona давно не эталон, но это показательно. 0.0.43, вот даже 0.0.35 максимально достижимый нашего дьюнилета. И 0.43 это, ну, сразу можешь говорить, в 10-11 раз более эффективно. Так вот, 0.1, 0.2 это коэффициент аэродинамического сопротивления примерно будет у Unibus. То есть представьте высокодинамичный Icarus или трамвай, обычный трамвай. Это фактически невозможно на сегодняшний день в современном транспорте. Соответственно, будет складываться очень серьезная экономия. Если сегодня малолитражки, это, ну, самый максимум 6-7 литров, наши Unibus позволят перемещение затрачивать, если в виде топлива, это 2-3, максимум 3,5-4 литра на 100 километров пути. И, соответственно, 0.35 литров для Unibike. 0.35 литров, и этим сможет пользоваться любой в ближайшем будущем человек на планете Земля, как сегодня мы пользуемся смартфоном. То есть это сегодняшняя капитализация Skyway, это будущая капитализация, которую на сегодняшний день мы с вами формируем. Ну и само ноу-хау струнной дороги, струны, это элемент именно предварительно напряженный, неразрезной, абсолютно ровной, идеальной, действительно ровной, гладкой поверхности пути. И, соответственно, все это закреплено на концах анкерных опор. Вот, допустим, грузовая даже, грузовая анкерная опора может выдерживать нагрузку до 500 тонн. До 500 тонн. Это очень, очень серьезный показатель, дорогие друзья. И Михаил Кириченко предложил такую концепцию, как перевозить вообще, почему бы не перевозить до 200 миллионов тонн в год бриллиантов и золота. Да, для наших инвесторов это будет достаточно интересно, потому что это пропускная способность одной путевой структуры, одной грузовой трассы. Если будет, соответственно, несколько путевых структур, то это может быть уже и 400 миллионов тонн в год и еще большие показатели. И если говорить про бриллианты, если говорить про золото, дорогие друзья, я вам расскажу о некоторых странах, в которых объективно ждут проекта Skyway в грузовом направлении. В том числе, также будут возить и золото, и бриллианты, и различные другие ценные материалы. Но, дорогие друзья, это не имело бы никакого смысла. Все мое это вещание, понимая, что интересно и завораживает, захватывает. Но это было бы фикцией, это было бы введением заблуждений, если бы до сих пор мы бы не начали самое главное. А самое главное, дорогие друзья, это строительство. Соответственно, я хотел бы, чтобы все помнили дату, что в июне 2015 года был заключен договор аренды земельного участка в городе Мариной Горки. И потом стремительно началось развитие нашего экотехнопарка. В сентябре мы праздновали юбилей, то есть 1 сентября было начато рытье первого котлована. 11 сентября был получен паспорт объекта. Это уже далекая история, я могу сказать, что посещение первой делегации, Ротхук, приехал. Это уже история, казалось бы, год прошел, а иногда кажется, что прошло 5-7 лет, потому что год в Skyway считается действительно за 10 лет. 25 сентября был продемонстрирован подвижной состав 1 к 10, что примечательно, 1 к 1 через год на выставке Inotrans был продемонстрирован подвижной состав и поразил всю инфраструктуру, научную элиту и также производственную элиту со всего мира. И мы вошли в количество тех выставочных образцов, выставочных стендов, которые были отмечены премией Inotrans как самая интересная и самая инновационная технология. Ну и по праву можно сказать, что наши коллеги, филиппинцы, наши коллеги и другие контакты, которые были установлены, сказали, что самая инновационная технология на Inotrans это был Skyway. То есть когда будете демонстрировать, даже вот повторюсь, вице-президент Симмонс сказал, что как будете демонстрировать уже пролеты 200-400-200 метров и так далее, и когда уже до километра будете способны показать, то пожалуйста пригласите, я просто хочу увидеть это вживую. И дорогие друзья, я могу сказать, что действительно вот по слайдам мы видим, что все идет в ногу со временем. Более того, все идет не просто в ногу со временем, а в экстремальных условиях. Не то, что недофинансирование, хотелось бы больше, но даже в условиях тех, которые мы имеем, мы выполняем 100% дорог. В мае началось запараллельное строительство легкой прогулочной трассы. Соответственно, в июне было начато рытье первых котлованов грузовой анкерной опоры, грузовой трассы, дорогие друзья. И самое интересное, как уже было сказано, в 2017 году к Кокофесту, то есть это будет июнь, это будет лето, и лето для нас будет победоносным. Потому что будут продемонстрированы три направления. Это легкий прогулочный транспорт мы уже продемонстрировали, и уже ближе к весне мы продемонстрируем, может быть, и в феврале. Уже с преднапряженной струной внутри, то есть это стальные проволоки, которые растянуты и закреплены. А моноличивание бетоном, то есть шум вообще, он и сейчас минимальный, потому что я вживую это все видел, все это слышал. И чего не скажешь о метро, дорогие друзья, хочется закрыть уши, закрыть глаза, потому что от того дискомфорта, когда я нахожусь в московском метро, вот только по этой причине мне даже не хочется жить в тех городах, в которых имеется на сегодняшний день метро. Если говорить о проработке инженерной части и до мельчайших подробностей, то даже само кресло Unibike будет инновационным и на сегодняшний день даже недостижимо современным люксовым брендам современных автомобилей. А это у нас будет в самых даже бюджетных сериях Unibike и в люксовых, я даже не могу себе представить, что будет. Мы как футурологи, как практикующие футурологи Сергеем Анатольевичем предполагаем, но мы как практикующие футурологи предполагаем, а Анатолий Эдуардович Юницкий с инженерной школой, основателем которой он является, и с будущей сетью и проектных институтов располагает и делает. Обеспечиваем это на сегодняшний день, дорогие друзья, все мы с вами. И, соответственно, потихоньку мы по слайдам приближаемся уже к нашей реальной действительности. Все были поражены, повторюсь, подвижными составами на инотранс, и Москве даже повезло чуть меньше, потому что подвижные составы уже не были продемонстрированы в модели один к одному, потому что они проходили испытания, это уже было в декабре, непосредственно на территории экотехнопарка. И даже вот 7 октября то, что мы видим в то время, вот текущий этап строительства, кардинальные изменения, вот я всегда сужу по первой анкерной опоре. И это, дорогие друзья, заставляет радоваться, это заставляет продвигать наш проект. И на сегодняшний день к проекту Skyway присоединяется все большее количество лидеров, которые оставляют, в первую очередь это лидеры, которые умеют строить серьезные структуры, сети. МЛМ-лидеры мощные, европейские, которые привлекали, вот я на сегодняшний день остановлюсь на одном человеке, без указания, естественно, имен и так далее, он привлек прошлый проект за несколько месяцев 25 миллионов евро. Вот такие лидеры к нам приходят. И, естественно, как мы и говорили, в стадии ожидания, в стадии ожидания демонстрации городского пассажирского транспорта, потому что немногие сейчас понимают, что Unibike на самом деле это будет как смартфон, и количество мобильных транспортных приложений будет впитывать и вбирать себе именно Mobile Personal Space. Это концепция именно в первую очередь Unibike. И то, что касается Unibus, это уже Mobile Public Space будет. Это то, о чем вообще не говорят на сегодняшний день ни футурологи, ни экономические обозреватели, ни технические обозреватели. То есть это инновация из инноваций. И мы, как компания-победитель, действительно имеем четкую стратегию, как в развитии привлечения инвестиций в виде народного финансирования, построения инвест-проводящей системы, так и ЗАО Струнные Технологии абсолютно выполняет все обещания по формированию ядра технологии и создания уже в реальных действующих образцах, в реальных опорах, в реальной путевой структуре то, что мы наметили по Экотехнопарку и по сети адресных проектов, потому что, естественно, все это, то, что мы сейчас создаем и создали буквально с нуля, с 2013 года, с бравых туляков. И, собственно, сейчас это, соответственно, все дублицируется и на сеть адресных проектов, потому что любой может стать каждым в Skyway. И очень много историй уже может, такой вот альбом истории даже писать, кто чего добился в Skyway и начинал с самых азов, самых низов, уже никого не удивишь. То, что наш активист при минимальной подготовке может пойти региональный лидер и так далее и презентовать мэру какого-либо города. Вот планируется в ближайшей перспективе Молдове такие презентации. Естественно, мы помогаем, естественно, мы готовим. У меня минимальный опыт по сравнению с Сергеем Анатольевичем 3 года, но все-таки, наверное, какая-то помощь уже есть, если люди обращаются. И мы всегда рады, дорогие друзья, помогать в этих процессах, несмотря на то, что где-то мы, допустим, находимся в командировках и так далее. И командировок, я чувствую, будет еще больше. Пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте. И чем можем, тем поможем. Пишите, но по конкретике. По конкретике. И одну из конкретик я расскажу по общению с арабами. Это второе общение сначала, с конца 2016 года, потому что был визит Анатолия Эдуардовича в Арабские Эмираты. Сейчас, похоже, у нас две группы мощных предпринимателей, людей будет развиваться и на территориях арабских стран. Я думаю, что, дорогие друзья, это является достаточными аргументами. Я, конечно, могу включить традиционный опросник, такой мотивирующий, сколько вы инвестируете ежемесячно. Но это уже будет не такой мотивации, как демонстрация технологии в абсолютной реальности. И то ли еще будет. Идем по планам, следуем планам. Но вы, дорогие друзья, те, кто в первый раз присутствовали на нашем вебинаре, ждем вас на второй части. А мы завершаем и переходим уже к расширенной части. Буквально через 5-10 минут будут все новости, новые концепции, новые видения. Потому что удалось подумать много над чем и во время пребывания Сергея Анатольевича в Словакии, и во время моего пребывания в Азии. Сказать есть что. До скорых встреч буквально через несколько минут. Продолжение следует... Добрый день, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста, для тех, кто вас еще не знает. Добрый день. Меня зовут Арсаев Рашид. Я представляю правительство Членской Республики, а именно комитет правительства по туризму. Спасибо большое. Подскажите, где вы находитесь, Что вы здесь делаете и какие ваши впечатления после всего увиденного? Впечатления начнут с впечатлений, потому что эмоции захлестывают. Я восхищен на самом деле. Потому что не зря говорят один раз, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я много слышал про эту технологию, про этот вид транспорта и от моих друзей, от Александра, от Сергея Анатольевича. Но оказывается, что увидев, действительно меняется все. Потому что меняется впечатление, меняется ощущение, меняется отношение вообще к этому проекту. Потому что понимаешь, что действительно будущее настало. И считаю, что это будет прорывом. Прорывом в самых разных сферах. Я могу говорить о туризме. Туризм, особенно на горных территориях, изменится. А изменится ли отношение к нашему проекту в вашей республике по сравнению с тем, что мы видели на телеканале «Россия» в передаче «Команда» после вашего визита? Ну вот моя задача была как раз приехать, посмотреть. Я вернусь, все расскажу подробно, расскажу, покажу. И я думаю, что мы будем в следующем году планировать уже новый, скажем так, этап взаимодействия, сотрудничества. То есть будет делегация из республики, которая приедет сюда уже в расширенном составе со специалистами в сфере транспорта, в сфере экономики, в сфере других направлений и будем уже более серьезно строить планы по развитию. Спасибо большое. Я искренне желаю вам успеха в этом деле. Спасибо вам. Нона, there are some people, unlike me, that do not know you. Пожалуйста, introduce yourself. Hi, I'm Nona Torres. I have a business development group of AC Infrastructure Buildings Corporation from the Philippines. And you are the head of the delegation of your country? Yes, I think I am. Please tell everybody where you are and what is the aim of your stay in our country? We wanted to look at the Skyway technology, which we learned from about it in Berlin during the INICANCE conference. And it's an exciting solution, we believe. And we came here to see the demonstration, how it works and understand more about the technology. And how it can be applied, perhaps, in the Philippines. And as far as I know, I may be mistaken, but I've heard that after the visit of your CEO to our booth in Berlin, even some project was suspended in the Philippines and you decided to take time to decide whether Skyway technology is more applicable in your country. So, what are your impressions of our technology upon being a witness of it being put into operation? Yes, we were looking for technologies, people who were systemed technologies that might be able to help and alleviate the congestion that we're currently experiencing in some of our business districts. And so, this is, this we believe might be a solution that can be applied, especially after seeing the demonstration today. There seems to be a lot of potential, the way it looks and the way it works may be definitely applicable to business districts in general. Thank you very much, and we'll be waiting for your final decision, and hopefully our countries will cooperate with mutual benefits. Thank you. Thank you. Thank you. To our spectators viewers that do not know you, please introduce yourself briefly. I'm Dougal Spork, I'm a director and chair of the board of MBM. We're construction cost planners and managers, so have a very broad experience in infrastructure development, and particularly rail and road. And you are here in Belarus, or where, just explain, where you find yourself? Well, I'm in Belarus. It's my first time to this part of the world. It's quite interesting, actually. My expectations of Belarus were very different to what I've seen, which is actually a reasonably well-developed economy, and obviously a growing economy. It's very impressive to see. And climate is quite different from what you are used to, like in Australia? Yes, we've come out of 32 degrees of Celsius of heat to minus two, but the cold's refreshing. Thank you. And you are here with the aim of? Well, I'm here to look at the economic benefits of the system. So my background is analysing costs, both construction costs and operational costs. So I'm here to sit down with the team from Skyway to look at their costs and how they've developed them and also their operational costs. Because one of the great benefits of this system is it's substantially cheaper to construct than a normal light rail or heavy rail system. And if we're here to verify that, and if we can verify that, it will show that there's a big future for this in all countries through the world, in both public transport and freight transport. Has your experience here been positive? In other words, do you see a potential for the Skyway technology in your country? Yes, it's very impressive. You know, obviously we're new to the system, so there's a lot of questions to be had. But every time we ask a question, we're getting very good solutions and answers back. So it's looking very positive, I think. And there is particularly in freight, but also in urban transport, a lot of opportunity for this type of system in Australia. Thank you very much. Your opinion is very available to us. Thank you. Bye. Bye. Some people do not know you. We beg your pardon for that. Please introduce yourself. Okay. My name is Harry Turner, and I am the leader of the transport section in Oricon, Adelaide office in South Australia. In other words, you are a very important person, and we are very grateful that you have honoured us with your visit. Please explain where you are and what you are doing here. Well, I am a bridge engineer, but I also have worked on a lot of rail projects, especially in Australia and around Asia. So I understand bridges and structures and large infrastructure projects. So the reason I am here is to have a look at SkyWay, particularly the test site, which we've just seen today, and judge how something like this might be built and accredited in Australia. And what is your opinion now? Well, it is very impressive what I've seen, and very impressive when I hear how quickly it's been built as well. So I think something like this could very well be built in Australia. It gives us some information, too, for our discussions with the safety regulator to help in the process of getting the whole system accredited. Thank you very much. Your opinion is valuable for our project, and I wish our companies mutually beneficial cooperation in the future. Thank you for your visit and your opinion. Thank you. Graeme, to our viewers, spectators that do not know you, please introduce yourself and explain where you are and what you are doing here. Oh, certainly. So my name is Graeme Bentley. I'm a rail engineer from Oricom. So I've been invited to come out to the SkyWay test facility today and witness the inaugural operation of the unibike that we saw operating outside. And what are your impressions after you saw it in operation? Yeah, well, it was very impressive. It was very smooth. There was very low levels of sound there, and we understand that there's still development with the track structure ongoing, and the noise is going to be suppressed. But yes, it was very impressive indeed. What about the experimental production shop that you have already visited? Yeah, in terms of manufacturing facilities, it was a very good environment. The people there were very informative. There was good lean processes to be seen, and it was generally a very, very structured tour. So, yeah, very impressive actually. And the modules that we saw there as well in sort of final stages of completion, lots of innovation, which is very refreshing. Thank you. Do you see a potential for our technology in your native country? Yeah, so it's interesting you mention that. So, I mean, in the applications that SkyWay has in terms of urban applications, in terms of high-speed applications, in terms of freight or cargo applications, Australia has many requirements for many of those applications for many of those applications and those solutions as well. So, whether it be iron ore, whether it be intermodal freight, there's an absolute market there for an innovative cargo solution. Urban design, Australia is starting to accelerate its light rail usage now, but the SkyWay system, if it's realised in terms of capital costs and low operating costs, then there's great potential there for it as well. And even the third application in terms of high-speed, there are many studies going on in Australia which are looking to deploy a high-speed rail system between Brisbane, Sydney and Melbourne. So, again, there's a great opportunity there for it. So, from what we've seen so far, obviously there's some way to go, but very much it's developed and it's a fully tested and proven local system at the moment in Belarus. So, yeah. Thank you very much and I wish all of us fruitful and mutually beneficial cooperation in the future. Thank you. Thank you. Thank you.